Памятник примирения в Севастополе Памятник примирения в Севастополе Памятник примирения в Севастополе Обсуждение этого вопроса Задал вопрос Ребята, вы мне объясните Памятник примирения кому? Кого мы должны примирить? Кого с кем? Да, кого с кем мы должны примирить То есть даже те, кто против этого Памятника Установления памятника Они не могут точно объяснить Формулировать мысль Поэтому я считал и считаю Что этот вопрос на сегодняшний день В обществе поднят преждевременно Общество не готово А почему не готово? Потому что нет разъяснения и пояснения Я выскажу лишь только свою точку зрения Я вот Недавно статья была Вчера, что ли, я читал, так пробежался Там автор, я не помню, на информере Говорит, как мы можем примирить Тех, кого уже нет живых И я с этим тоже согласен Я считаю Гражданская война Это была наша трагедия Трагедия всего русского народа Когда отец пошел против сына Брат против брата Понятно, я не могу осуждать белоградейцев Мне все равно, что вы мне сейчас будут думать Потому что у них была своя идея Своя мировоззрение Своя Россия У красных, у большевиков Тоже была своя Россия Они видели свое будущее И как они хотели это делать Поэтому вопрос очень болезненный Трагичный, я считаю Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки Но это... Мы не можем примирить тех, кого нету Мы, может, наоборот Можем поставить памятник Скорби Печали Что это произошло Что это произошло Как бы назидание будущему поколению Чтобы этого не произошло сейчас Хотя, опять же, смотрите Я могу провести параллель То, что сегодня происходит Украина ДНР ЛНР Это что, не братство Не брата убийственная война? Ну да То, что происходит сегодня Между Азербайджаном и Арменией Это что, не брата убийственная? Брата убийственная Это все войны А вот оно, вот это Памятник надо ставить Не примирение Понимаете? Опять же, вот смотрите Почему для меня этот сложный вопрос О... Ну, будем говорить так Чтобы было более ясно Белогвардейцы и красные Да, вот у белогвардейцев Это офицеры были там У них была честь, достоинство Они были воспитаны по-другому Да, хоть дворян Конечно Учились Они были образованы Интеллектуальные люди Честь была, да У большинства честь была Поэтому у них была своя Россия Они присягали к царю Я присягал СССР Больше никому не присягал Ну, правило Одну присягу Я считаю, что СССР должно восстановиться Не в том виде, в котором оно было А в новом В новом виде Но с использованием основ законодательств Да, определенных А либерасты Либералы И транснациональные компании Представители Не хотят этого То есть получается, что я их враг Ну так Согласен Правильно, да? Вот Если мы сейчас вернемся на тот период 1917-го Вот когда была революция Белые большевики Поэтому мне тяжело Почему? Потому что я уже говорил Что мировоззрение Идейное Там идейное были Но я против тех белогвардейцев Которые Воевали за границу И воевали на стороне Воевали на стороне Гитлера Гитлера Я против тех белогвардейцев Которые Находясь даже в России Да И уже в СССР Занимались здесь Подрывной деятельностью Я против них Больше всего Больше всего Пострадали простые Ну Скажем Которые солдаты Матросы Которые были Ну простые Вот из крестьян Из рабочих Это они там шли Понимаете Батя кулак А сын Поэтому больной вопрос Я публично Его не хотел высказывать Ну сейчас уже высказали Ну высказал Да Ну а как вы считаете А то что там Татьяна Родиона Там Чаловский Ну понятно Понимаете Я не хочу заоследование Я у нее тоже Чалов Внимание Просто ну Люди болеют по-разному Ну естественно Поэтому Да Сергей Анатольевич Я хочу как бы Подвести итог Вот в этом Вопросе Связано с этим памятником Можно Например Так сказать Что этот памятник Навязан Севастопольцем Преждевременно Именно Навязан Вы знаете Я считаю Ну раз Ненародное это памятник Я считаю Что он Навязан Именно Навязан С определенной целью То есть Те кто нам Его навязывает Они преследуют Какую-то дальнейшую Определенную Ну естественно Морально Я могу предположить Нет Это не морально Я могу предположить Что Это идет Короче Россию Хотят вернуть Монарку То есть Царю Царя Да Хотят царя Определенная группа Ну уже Знаю Вот я сейчас смотрел Фильм Иван Грозный Да Ну Грозный Сериал Знаете Я смотрел Его Даже с возмущением Как он снят Как преподносилась История В нем Преподнеслась Почему Потому что Я знаю Одну сторону А вам ее показывают Да Я не Иван Грозный В никаком случае Что он там где-то Убийца Или еще Нет Он Очень мощный Был в политике Я вот даже сравниваю Убийца Со Сталиным То есть Что происходило там Но мне кажется Что там Ну Много неправды В этом фильме Вот Режиссерский Замысел Ну Да Тоже Я считаю Могу ошибиться Я могу ошибиться Но я думаю Что там тоже Была поставлена Задача Задача Да Может быть И нет Не знаю Но Право Что я сумею Право думать И вернемся К этому Памятнику Я считаю Что определенная Группа Управленцев Власти Она Нас действительно Хочет привести Монаху Ну Царю Может быть Это и нужен нам Царь Или как Сталин Был глава Но только не партия Уже Я против Этой партии Чтобы она Единая была Партия Идеология Тоже Чтобы Идеология должна была Патриотическая Я имею ввиду Патриотическая Вот Вернее Идеология партии Да Какой-то Определенной Вопрос в том Что если Нас хотят Привести К целью И Это будет То что было Когда народ Был Суверенным Я согласен Если же народ Хотят сделать Крепостных Рабами Я против Это я как бы Забегаю наперед Относительно Патриотизма То что вы сказали Что идеология Должен был Патриотизм Я не могу С вами Согласиться Не буду Соглашаться В этом плане Потому что Патриотизм Он передается Молоком Матери Он передается Обществом Он передается Тем настроениям Которое присутствует В том государстве Где человек живет А не надо Еще писать Конституцию Может мы В Конституцию Напишем еще Идеология Это совесть Это патриотизм Ну понимаете Патриотизм Он и предусматривает Вот эти все функции Ну эти характеры человека Совесть Достоинство Честь Справедливость Любовь к Родине Любовь к Матери Любовь к той земле Где ты родился Ну в моем понимании Ну я вас даже Не задаю вопрос Будете ли вы защищать Россию Если начнется война Я считаю Что я и так На ответ Я буду на стороне народа Правильно Я тоже так буду И хочу сказать еще Более того Олигархов защищать не будем Правильно? Да И заводы мы заберем Все заводы и фабрики Если это произойдет Да ладно